Музыка 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 Третье, я думаю, что если останется время, я хотел бы остановиться на дворечах того общества, которое мы собираемся построить в результате социалистической революции. Потому что это у нас практическое, но прежде чем построить что-нибудь на практике, надо построить его сначала в голове. И как Марш говорил, что самый плохой архитектор отличается от самой плохой, самой хорошей пчелы именно тем, что он сначала это знание может построить в голове, а потом начинает строить. Что я предполагаю сделать в рамках того времени, которое у нас отводится, в рамках часа. Первое. Первое это вопрос о том, зачем нужна диалекция и почему без диалектики невозможно следовать общественные явления. Общественные явления все находятся в движении, но люди, которые специально этот вопрос не изучали, скажем, науку логики Гегеля не читали, они точно определить, интуитивно все правильно это понимают, правильно понимают, но точно определить вот это. Это как бы не могут, но чтобы ответить на тот вопрос очень такой ясно и резко поставленный о том, а зачем именно диалектика нужна, я хочу напомнить то определение, которое есть у Геги. Что значит явление изменяется? Что значит какое-то нечто изменяется? Нечто изменяется, если оно равно самой себе, остается равно самой себе. Это очень непривычно звучит. Потому что если бы оно не оставалось равно самой себе, так нет того нечто. Нет того нечто, правильно? То есть если речь идет о том, что не вы изменяетесь, а сначала вы, потом другой, потом третий, потом четвертый, потом пятый, и все время разные, нет того, что остается равным самому себе при всех изменениях, то нет никаких изменений. Поэтому первое, что нужно сказать про нечто, что нечто равно самому себе. Это первое положение. Второе положение. Если будет нечто просто равно самому себе и точка, тоже нет никакого изменения. Потому что есть оно равно и равно. Конец на этом. Значит мы получаем два прямо противоположных утверждения. Нечто равно самому себе, нечто не равно самому себе. Одновременно. С вами хорошо знаем, что формальная логика не допускает подобных утверждений. Либо одно правильно, либо другое. Правильно? Так, формально? На уровне метафизики. Значит, вот когда я учился в школе, дошел до 10 класса, как раз в 10 классе у нас уже не было логики, а вот предыдущий класс он еще изучал. Ну а дальше я знаю так, формальную логику выкинули из класса. У нас сейчас работает на кафедре лаборантка, которая училась в техникуме, и им как раз логику преподавали. Я смотрю, она довольно лихо разбирается во всяких суждениях формально-логических, в которых мы не разбираемся. Но все, кто изучал математику, все знают, что такое необходимые условия, что такое достаточные условия, что такое, скажем, доказательство от противного. Предположим, что это так, если придем к противоречию, значит это неверно. А это в формальной логике. А что получается в диалектической, если мы хотим иметь дело с изменяющимся материалом, а история, политика, классовая борьба, все имеет дело с сугубо изменяющимся материалом. А вся революция состоит в изменении. Будет революция в России или революция, но мы уже не в России. Вот Че Гевара носит, но он пошел делать революцию уже не на Кубе, а на другом месте. То есть речь-то идет о том, что у нас в России совершилось второе издание социалистической революции, а не то, что мы перелетели куда-то в другое место и там стали делать революцию. Об этом идет речь. И равенство с собой, и неравенство с собой. Вот в этом и трудность. Значит, мы должны отойти от привычного нам способа мышления, перестроиться на другое мышление, которое при выведении, при формулировке выводов всегда держится в формальной логике, но допускает, допускает противоположение, противоположение об одном и том же. Более того, не только допускает, обязывает про каждый объект, про каждый предмет, про каждое явление высказать и одно, и второе. И одно и противоположное этому, прямо противоположное этому. То есть идет полная противоположность с формальной логикой. Для этого люди, которые считают, начинают изучать науку логики Гегеля, открывают науку логики, пытаются ее читать, они пребывают в постоянном беспокойстве. Сначала им сказали одно, потом они немножко почитают дальше, прямо противоположное говорят. Почли дальше читать, потом опять говорят то же самое. И они никак не говорят, так что же, так или так, или так? То есть воспринимать реалексику довольно трудно, потому что если бы мы могли сразу две мысли высказать, там, может быть, мы получили бы вот это противоречие сразу, а мы делаем последовательно. Но все книги ведь написаны как? На каждой странице книги, строчки, строчки, строчки. Можно это в одну строчку вытянуть, правда? Вот все, как телеграмма, раньше телеграмма одной строкой. Представь себе, книга это одна строка, ну длинная строка. То, скажем, книга полтора километра, строка. Что мы можем сделать? И вот мы идем по этой строке, и на самом деле так же книга, и так же идет и ход нашей мысли. Мы сначала можем вот это сказать, потом мы можем сказать противоположное этому, а потом отрицать вот это противоположное и вернуться к исходному, но уже как отрицанию, отрицанию. Поэтому на самом деле бывают два утверждения. Первое непрочное утверждение, непосредственное утверждение. Вот, так сказать, человек хороший. Человек хороший, ему сейчас всего три месяца, он совсем хороший. Говорят, хороший в плане невинности. Он ничего плохого еще не совершил. И никаким, между прочим, искушением и не давался. Поэтому в таких ситуациях, когда он мог совершить что-нибудь плохое, он не заметен. То, что он намочил пеленки, это плохим поступком в таком возрасте питается. Ну, а если речь идет уже о зрелом, пускай, человеке, значит, этот зрелый человек позитивным считается или положительным, не тогда, когда он никаким испытаниям не подвергался, а когда он подвергался испытаниям. И не эти испытания его сбили с пути, что они его отрицали. Они-то его отрицали, а он отрицал это отрицание. И в результате отрицания своего отрицания утвердил себя. Вот берем исторический пример. Вот 1991 год. Казалось бы, пришли контрреволюционеры, антикоммунисты, власти. Вот если бы они пришли, как мы говорим, в Сталинскую эпоху, как они и пришли к нам в 1941 году, что сделали коммунисты? Ну что, пошли в подполье, стали создавать партизанские отряды, комсомольцы, ладую гвардию создали, стали сражаться фашистами. Так, что делали наши, так сказать, граждане, которые подверглись испытаниям? Вот был какой-то секретарь Райком. Хороший. Хороший, в буквальном смысле, он ничего антикоммунистического не завершил. Но встал такой вопрос, либо ему начать тут сражаться, либо перейти из Райкома в банк. Смотрите биографию наших партийных руководителей. Там это редчайшие единицы людей, которые пошли из партийного аппарата в новую партийную работу, в новые коммунистические партии. Как сказали, Виктор Аркадьевич Тюльхин, Терентьев Юрий Григорьевич, Терентьев был секретарем парткома Арсенала, а Виктор Аркадьевич был авангард. Ну а я был в то время членом обкома Ленинградского, я их всех знаю. Главная масса двинулась. Вот, например, в Петроградском райкоме была царь по идеологии, очень хорошая. Ну просто такая замечательная. У нас просто по идеологии у него полное единство было. Она сразу раз и в банк, в биржевой банк. Я к ней, правда, пришел деньги просить на газету, она выделила деньги. Потом, правда, завалился их в банк. И первое время я так, ну, ко мной приходил. Игорь Товарищ Григорьев, директор, это марксизм, альдинизм, Игородского горкома КПСС. Я там на мойке, который. На мойке, который, 59. Сейчас Телион Клуб. Там был, мы создали отделение рабочего актива, я там был заведующим кафедрой на полставки. У меня там заведующий кафедрой научного коммунизма. У меня работал даже Казенов, пациентом. И вот, значит, директор этого, который, Долгов, работал у нас. Виктора Георгиевича Долгова, значит, пришли к нему проверять, и обвинили его в том, что он недостаточно цитирует там Ленина, что он мало там делал цитаты. Кто обвинил? Обвинил в том числе и Григорьев, который прекрасно потом вместе с другими деятелями каким-то образом это здание приватизировал. Я тоже к нему, правда, приходил потом, и денежки на народную правду у него просил. Он какое-то время давал, давал, поменьше давал. И там сейчас, ну, знаете, что такое, да, полубордель. Но очень шикарный Телион Клуб. Я там видел зеленые столы, горные там, и, так сказать, мясной тех в этом ресторане. Хотя, я вот так вспоминаю, это все были вот такие вот комнаты, аудитории, где сидели, проводились занятия, семинарские, лекции и так далее. А отделение рабочего актива внизу, как раз где там сейчас теперь шикарный вход, и вообще туда, нашему брату, хода туда нет. Нет. Ну, это были кто такие? А как директор Дома политпросвещения, так подозрительно-подозрительно смотрел. Там интересно было, где мы учили. Дать лекции, которые подслушивать или прослушивать, потому что в Доме политпросвещения у директора был такой большой монитор, и она вот, так сказать, ты говоришь, вот я сейчас лекцию читаю, а она сидит и смотрит. И ты иногда приходишь после лекции, а она такие красные лицо, вы там, вы там, вы там. А в каждой комнате репродуктор. И, значит, включает там, Борис Лавреневич сидел, и там, значит, твоя лекция. Поэтому, скажем, когда мне, например, сейчас рассказывают, что вот вас не послушивает ли? Ну, не слышу. Нас вообще все время прослушивали, поэтому какие могут быть разговоры? И где они? Она ведь директор Дома политпросвещения. Вдруг тут к нам поломствовала народная правда. Все вдруг собираются, они бегут, вот бывшие консультанты что-то собираются, к Борису Лаврентьевичу, Фетисову, то все. Думаю, надо же. Я говорю, что вы пришли? Революцию делать? Сейчас мы только будем раздавать. Они, оказывается, пришли здесь решать пенсионные вопросы. А так они тихо все сгинули, кроме одного человека, Фетисова, который, будучи партийным работником, в горкоме партии, в обкоме партии, пошел, в народную правду был заместитель главного редактора, и его было две такие решающие статьи. Он написал статью, подписал Фетисов-Ленинградец, Собчака повесить без права захоронения требовал, а Ельцина расстрелять, как изменника Родины. При Ельце. Не тогда, когда Ельцина не было, или Собчака не было, а вот при Собчаке. При живом. При живом. Потому что мертвый, говорю, вам, может легнуть даже осел. Без. А это вот при живом. И достойно, как говорится, вот закончил свой путь, вот можем сказать, вот это настоящий коммунист. Настоящий коммунист. То есть на него же тоже давили, хотя не так уж сильно давили. Я когда начинают рассказывать про этих демократов, таких плохих, я начинаю их защищать. Но ни один же демократ, ни одного же коммуниста пальцем не тронул во время событий, когда они из Смольного, из ЦК взяли портфельчики и пошли в банки. В новую жизнь. Где они пошли ни на заводы, ни директорами, ни начальниками цехов. Ну, я уж не говорю, что они не пошли в рабочие там. Организовывать революционную борьбу. Уж там какие там подпольные обкомы и так далее. Они пошли куда? Деньги получать. В какую сферу? Там, где вообще получают люди проценты. То есть рантье. Самые что-нибудь паразиты из паразитов. Тот же Соловьев пошел. Куда? В банк советникам. И так далее. Юрий Филиппович, да. И так далее и тому подобное. Вот. И даже кого, сказать, убили, горят бывшего обкома. Пошел как бензоколонка, как обком. Они пошел организовывать. Король бензоколонка. Король бензоколонка. Ну, убили, убили. Филиппов. Филиппов. Дмитрий Николаевич. Я очень хорошо его знал. Его прикрепили от обкома, курируют движение коммунистической инициативы. Он нам помогал. Так все у нас хорошие были отношения. Потом раз, перед где-то недолго, год осталось полтора, раз из секретарей. Тогда Денисова поставили. Он, значит, раз оттуда. И пошел уже заниматься этим самым бизнесом. Ну, кокошили его. Теперь, значит, Шутов обвиняет в том, что Шутов таскал. Мы решили, что этот Шутов ему привычно сидеть. Давайте мы на этой навесим, на Шутов еще. То есть я хочу обратить внимание на то, что вот проверялось, кто есть коммунист. Если он коммунист, пока он никак не колеблется, его устои коммунистические, то есть никаких не создается таких ситуаций, он коммунист. А если, значит, на него немножко надавили? Немножко надавили. Потому что я еще раз говорю, что вот кто Юрия Балыча Белова бил, когда он взял и открыл старого этого Игоря. Смотрим. Он открыл. Он один там остался находясь. Открыл, пустил. А вот у нас в ДПП сидел этот Евгений Петрович, собрал ключи у Красовской и сказал, это Тимофеев. Ну, можно ругать, но вот есть у него такая заслуга. Взял ключи и сказал, больше вы сюда не войдете. Там появилось одно помещение. Другой депутат Клинсовета от фронта трудящихся. Товарищ Общинников, ну, я ключик так с фактюра забрал, так пока тут вот вернулся. Дал ему. Мы пошли, организовали дежурство. Приходит на второй день после этого переворота туда. Там все дежурство организовано, все с пясками. Тут, значит, наши требования идет к Клинсовету о том, что мы требуем нам передать ДПП, потому что мы на партийные деньги построили. Смольни он не был построен на партийные деньги. Смольни он как бы управление обкома, там не получается. А ДПП, приходит милиция наша, советская, она смотрит, говорит, у нас непорядок, у него у нас полный порядок, вот график дежурства, вот у нас, значит, вот у нас требования. Он говорит, вопрос о собственности, вот все, это все, ребята. И 211-й полуводов Николай Антонович, правда, он потом вот помощником был у моей дипломницы Валентины Ивановны, которая успела побывать депутатом, была в РКРП, потом была в Отечестве, потом, когда Отечество соединилось с Единой Россией, в Единой Россией потом, значит, Единой Россией под зад ногой, и она уже не депутат. Ну, в общем, такая траектория была. Но она всегда любила вверх, неважно куда идти, но вверх, вверх и вправо, да. И наоборот, мы знаем, что вот здесь собрались люди, может они кому-то не понравятся там, скажем, вот росты задаете, то есть это колючее, да нападаете на него. Но, это же те люди, которые, которые как раз в тот момент, когда решается вопрос, кто коммунист, они сейчас показали как коммунист. Кто-то лучше, кто-то хуже, это уже второй вопрос неприцепиальный. То есть, это называется отрицание и отрицание. Они отрицали вот это все буржуазное тогда, когда это буржуазное стало при власти, когда у него дубинки пошли буржуазные. И осталось при этом, кстати, никого у нас, кто нас не съел. Кто-кого что съел. Я, например, про себя хочу сказать, что мне стало, чем раньше, я муразию мог бы я про Сталин, что-нибудь там выступали бы. Конечно, в конце это и самое развитие о социальной, вспомните. Сейчас в этом смысле Луишин, Баев, снятия такие проводят. Вот, так что, я думаю, что если мы так поставим вопрос, равенство с собой, первое равенство с собой, непосредственное равенство с собой, а второе равенство с собой как отрицание своего отрицания. Иногда спрашивают, а что будет, вот вы диалектику они уже слышали? Слышали, что значит, раз диалектика, то все идет к своему концу. Вот, говорит, был сначала попытный коммунизм, потом был все, значит, оно подвергается отрицанию, потом был рабовладение, после рабовладения феодализм, после феодализма капитализм, значит, коммунизм, и дальше коммунизм у крышка. Все у них такая диалектика получается. На самом-то деле, на самом-то деле, тут вот есть этот закон отрицания-отрицания. был сначала первобытный коммунизм то есть непосредственно ну-ка все общее земля в общее так производство общее труд в общей распределение в общее ну как не называйте это коммунизм сколько человек что выжить было нельзя но уже на какой общество было коммунистическое коммунист означает ничего особенного общей все общее женщины командовали парадом то что если общее чтобы мужики не растащили что-нибудь они отошли тройками все было нормально потом произошло отрицание этого коммунизма когда ну когда можно уже один человек может сделать такой прибавочный продукт что может прокормить другого человека до этого всех пойманных врагов этого племени убивали хочу с ним делать убивали плен не брали помогает почему мешает без него бы не прочитал что произошло после того как появился прибавочный продукт достаточный чтобы покормить другого но это какой-то смысл убивать его позже он работает плюс рабство лучше стало тем кого раньше убивали лучше да все-таки живые живут и так вот прогресс то есть рабовладение лучше чем первобытный коммунизм для всех для некоторых точно лучше кто рабство иначе это значит одна форма частной собственности потом она переросла в другую форму участные сообщ mittlerweile отрицание некоторой собственной собственности есть только отрицание этой формы частной собственности если ты ладно убивать не надо уже право нет убивать вы продать землей вот скажем вот это вот это это крепостные принц técетbach всех продаем вот олег николаевич он пришел как раз час если у меня много крепостных я пошел человек феодальном обществе мало крепостных Значит, я маленький человек. Я сейчас меряю машинами, деньгами, долларами, недвижимостью, а тогда меряю душами. Поэтому мертвые души набирали, чтобы себя изобразить богатым. Сейчас изображают богатым себя по-другому. У кого много акций и опыта, и тому подобное, и тоже имеет фабрики и заводы, важно где зарегистрировано. Значит, изменилась несколько раз форма частной собственности, но частная собственность не изменилась. И, наконец, социалистическая революция. Отрицается частная собственность. Значит, это какое отрицание? Второе. Было первое отрицание. Частная собственность отрицалась, и появился феодализм, арбовладение, феодализм, капитализм. Частная собственность при капитализме отрицается, или с уходом капитализма отрицается частная. В ходе переходного периода создается, какое общество? Общественная собственность, а общественная значит коммунизм. То есть создается коммунизм. С какого года у нас в стране был коммунизм? нас семнадцатого года переходный период капитализма коммунизм а коммунизм какого года начало тридцатых годов начало 30 нет нет же это был как раз это политика слома политика политика который состоял в том чтобы несколько отступить на сохранить все то ты руках пролетарского государства диктатуру пролетар и наступать и наступать и преодолеть так сказать сейчас на собственности все элементы какие другие уклады нас какие вклады были листический госкапиталистический яснохозяйственный мелкотоварной и патриархальный вот концу тридцатых годов все остальные уклады были изжиты изжиты и остался один уклад когда остался один уклад он уже не уклад это наш весь строй общественной на общественной собственности а строй основанный на общественной собственности на средства производства называется коммунизм поэтому когда никита сергей заявил что будущее поколение советских людей будет жить при коммунизме получим много тоже будет потому что советское поколение поколение советских людей и ни одно жил из тридцатых годов при коммунизме особенно сейчас это хорошо видно это очень хорошо видно потому что то что казалось только дополнением к распределению а именно бесплатное жилье под на медицину платное образование пока ты сейчас составляет если это взять вот в расчете стоимости рабочей силы это составляет больше сотни тысяч больше сотни тысяч вот только это вместе месяц месяц а то что вы там не да то все это мелочь нас какое было распределение в основном по потребности а кое в чем и по труду то есть даже армянская радио то есть такой не там будем жить при коммунизме аска радио что-то резко и грубо отвечает при коммунизме уже жили если перестали при капитализме боролись за коммунизм не то пошли видите теперь а что значит вот что означало это высказывание этого проходимца хрущева нынешние поколения советских людей будет жить при капитализме мы живем с вами при капитализме вот на самом деле повернул нынешние у него тогдашние тогдашние нынешние но мы ее я к этому я к тому и как раз и принадлежу вот у меня вот скатилов при своем взрослении у меня в голове в общем в основном был хрущевизм насколько я могу оценить сегодняшних позиций в том числе и по отношению к сталину тоже и так далее то есть нужно передавали что писали то и было ну хорошо один дурак там или проходимец или ревизионист а он ведь не один а что в партии что не а что нет систем а что в партии не было людей которые не понимают что такое коммунизм это простые же вещи но на самом деле вот как вот моё многолетнее показать изучение реки мне показывает меня убеждает что люди делают ошибки в частности очень редко а крупные ошибки делает очень часто крупный таки фундаментальнейшие вот такие вот где вы жили проси человека вот прошу я сейчас вот война скажет что такое не скажете только война все время подсказывать подскажите война давай на продолжение политики нас есть то есть пойти вас зарядить будет война вот у меня сейчас политику эту виду до часу мне ножек принесут сейчас раз и все это война ну я строго следующее сказать то что война из продолжения политики это называется в логике суждение роза есть растение это определение розы ручка есть собака это определение жучки полкан тоже собака и карапива растения не только роза поэтому таких суждений вот вы есть гражданин вы есть мужчина так вы есть коммунист и так далее сколько и на вы есть интеллигент и так сколько можно сделать это в одном флаконе все в одном флаконе то есть таких суждений на самом деле бесконечно многие вы еще отец вы может быть дед и тогда тогда там шури проще много можно высказать поэтому когда говорят что коммунизм и советской власть при солистификации всей страны это верное судей что определение коммунизма а иначе начинает потом а сависка власть что это коммунизм минус электрификацию а так и носим в левую часть то есть страшное дело то есть люди начинают вот на говорит вроде они придерживаются формой логики то есть ничего такого плохого не сделать но вот диалектики в третьем доме налоги логи вы говорите о всех этих суждениях у геккера он это говорит определение если вам сейчас формулирую определение и вот не сразу и не переваришь вот я стоит у нас вопрос такой очень сложный передо мной в том числе что я должен рассказать как это звучит что такое что такое определение это качество которое в себе в простом нечто и сущность находится в единстве другим моментом этого нечто в нем бытием понятно непонятно и понятно но по отношению к математике с непонятными вещами люди смирились я вам точно также сейчас формулирую предел точное определение математики пределы предел число а называется пределом последовательности xn при стремящемся к бесконечности если для любого сколь угодно малого положительного числа и все найдется такое n большое что для всех n больше than большого xn минуса по абсолютным чем меньше и сам понятно исполнитель не разобраться но математики люди относятся уже таким пиететом дескать это не наша я это не люблю я люблю цветы я люблю музыку пусть там они считают вот есть товарищи пусть они это считают пусть они нас посадят и повезут или пусть они нам включат и скажут сегодня мне рассказали как называется вот это вот дировщицы говорит я приду домой сяду в телевизор и возьму в руки лентяйку ага что это такое не интересует тоже категории как еще не знаете нет не знаю а что это какую лентяйку они лежат и чего-то какая там диалектика все это понятно что это сложное дело диалектика сложные Трудная, сложная, трудная, но точно так же, как вот мы понимаем, что если вы хотите изучить математику, надо этим, ну подрудиться надо, чтобы науку, говорил Маркс, нет широкой столбовой дороги, так, кто не страшает. Везус или карабкаться по её каменистым тропам. Совершенно верно. То есть, если человек настроен, чтобы у него будет такое лёгкое восприятие, по отношению к таким серьёзным вещам, конечно, обрадоваться его тут нельзя. Можно обрадоваться только одним, что если там он только карабкается, то есть при изучении диалектики вот в каждый момент человек, вот просто тренировка умственных, тренировка общения, рассмотрение мыслей как таковых, изучение их, вот движение мыслей, движение понятий, она уже на любом этапе прочищает голову для всех других нужд. Для всех других. Например, вот я вас спросил, что такое война, я вам сейчас и отвечу. Война это вооружённая борьба классов, наций и государств. Классов это будет гражданская война, нации это будет национальная война, а государство будет обычная война. Ну, это мировая. Два государства воюют, почему мировая? Скажите, то же самое, я вас спрашиваю, что такое человек? Скажите, пожалуйста, вот. Знаете людей? Знаете, знакомого момента? Ну, я могу еще приедать. Космо, био, психо, социо-культурный феномен. Ужас. Феномен. А что такое феномен? А феномен, значит, что это уничтожение, уникальное, незапростоимое, нищем. Уникальное – это уникум, а феномен – это отслов, это явление. То есть, это человек – это явление. Или, а вы прямо скажете, человек – это нечто. Как это разъепределение? Значит, Гегель по этому поводу говорит, вот у каждого человека на ушах есть мочка. Вот человек – это единственный, вот, как вы говорите, уникальный, да, уникальное животное, потому что только у человека есть мочка на ушах, больше таких животных нет. Видимо, за все время, вот, скажем, за первобытный общинный коммунизм, на, женщин оттянули, что ли, и это стало передаваться по наследству, но, одним словом, больше нет. Вот вы не найдете больше ни одного животного, ни таракана, ни собаку, ни осла, ни кошку, у которой есть мочки на ушах. Но это не определение человека, это его определенность. Вот Гегель разучает определенность и определение. Определение – это что-то, это должно быть устойчивое, устойчивое, которое должно быть лучевым, сохраняющее себя в изменениях, и противостоящим тому внешним воздействиям, которые могут его изменить, и, наоборот, само, выходящее наружу и влияющее на все остальное. То есть, если вы коммунист, скажем, по определению, то вы, значит, должны вести коммунистическую пропаганду, и вести коммунистическую деятельность, а не то, что на вас надавило, уже вы никому не стали, либерал. Так, не должны определить. Тогда вы не подпадаете под определение. У вас просто, так сказать, снаружи красное, а внутри белое. Это редиска называется, а не коммунисты. Вот в этом плане, в этом плане, что можно сказать о том, как, если отвечать прямо на поставленный вопрос. Да, кстати, я уже скажу, что такое человек. Как человек, с учетом того, что говорил Энгельс, в работе происхождения, в работе «Роль труда» в процессе прощения обезьянного человека, говорил, и мы можем сказать, что человек – это животное. Никто не виделся. Мы растет или еще говорили? Не, ну не растение же мы, да? Животное А, Б, Б – говорящие, и Г – разумные. Одно вытекает из другого. Вот именно из общественных животных, из сад, так сказать, прошли первобытные люди. Люди, как они произошли? Они стали становиться людьми, взяли палку и начали создавать уже, просто использовать имеющуюся палку. Имеющуюся палку может и обезьян использовать. Стали создавать орудие, да? Труд. Затем, прям, труд предполагает общение, потому что труд всегда носит общественное. Труд предполагает знаковую систему, творящие животные. И, наконец, только тогда, когда он стал говорить, он может выразить мысль. Вот Георгий говорит, что мысль отлагается и проявляется. Нет, кроме как в языке, в форме языка мыслей нет. Попробуйте подумать без слов, про себя хотя бы. Ни у кого не получится. Некоторые говорят, нет, вот я могу. Ну, скажите, ну, как ты можешь? Что значит, о чем вы подумали, если это не выражено в понятии? Тогда это вот как собака смотрит на нас преданными глазами. Или кошка смотрит, дай мясо, дай сметану, или дай это. Знаешь, такой китик говорит, но смотрит примерно так. Гай, попугай, может повторить. В отличие, скажем, от собаки, горта не устроена у него так, что он может повторить. Но никакого смысла в этом нет. То есть, это форма выражения мысли. И иначе, как в форме языка, в форме понятия нет. А постижение мира не только в понятиях, не только научное. Есть три формы постижения мира. Это у Гегеля написано в работе «Феноменология духа». Первое постижение – это религиозное. То, что человечество на известном этапе познало, оно записало в догматы, и этого придерживаются. Что создал землю, когда создан, за сколько дней. Не надо мыть руки перед едой. Все это записано в Библии, в Священном Писании. Это хорошее произведение, очень интересное и полезное. Его много очень можно извлечь. Но это религиозная форма постижения мира. Одни говорят, что мы подобны Богу. А другие материалисты говорят, что те, которые на небе, их рисуют подобными нам. Посмотрите, как не икона, так все такие же, как мы. В чем же дело? Даже иноя планетянка начинает рисовать. Ну, приделают сюда какие-то воронки, а все равно получается человек. Ну, особенно не получается. Вторая форма постижения мира – постижение мира в образах. В образах. Это называется передача чувства. Прямо художник передает другому. Понятно, по отношению к художнику, в буквальном смысле, к тому, кто рисует, это понятно. Вот он призванный, вот у вас, соответственно, сгорает. Она порождает. Или грустное, или веселое. Ну, или более сложное настроение. И передает. У вас одно, у меня другое. Потому что картина, и она в словах не выражена. Человек вот стоит, только у него говорит, потрясающе, нет слов. И действительно. Слова не нужны. А зачем они нужны? Ну, иногда вот говорят, говорят искусствоведы, говорят, и как будто они вот за художника говорят. Ну, если художник, что сам не мог сказать, если хотел художник, что значит, что он хотел изобразить. Ну, что изобразил, то изобразил. Что тут говорить? Черный художник. А если... Да, это Чубальцев в тюрьме с выключенной лампочкой. А высшая форма постижения мира – цель мира в понятиях. Цель мира в понятиях. В понятиях. И вот цель этого постижения состоит в том, чтобы быть истиной. Ну, истина что такое? Истина. Когда этого распинали на Христа, на Христе, и вас... А что есть истина? Не спрашиваю, какая? Я спрашиваю, что это такое? Ну, адекватное отображение реальной системы. Очень хорошо. Спасибо. Очень близко. Истинное соответствие понятия с объектом. Ну, вы как-то по-иностранному говорите? Соответственно. Соответственно. Я же вот, например, если я хочу сказать торгаш, я скажу торгаш, а надо сказать трейдер. Или человек жилье строит, чтобы денежки получить. Скажет не жилищный, не достройщик, а скажет девелопер. Да нет. Давайте будем по-русски. Так вот, по-русски. По-русски. Соответствие понятия объекту. Если я не те, взял слова, то есть не те понятия, которые надо. Истину я не изобразил. Говорят, ну ты же понимаешь, ты же понимаешь, а сам я не могу вам сказать. Ну, если я не понимаю, значит, я выражаю в такой форме, что вам не передать. А если не передать другому человеку, значит, это не человеческая мысль. Раз не человеческая мысль, ее и нет. Нет ее. То есть, если я не выразил в понятиях, я не понял. Понять, значит, выразить в понятиях. Не так, что ли сказать. Понятно, понятно. Что понятно? Ну, что понятно? Повторите. Не могу. Только, значит, не можете, так, значит, и непонятно. Потому что бывает иногда, вот ты рассказываешь, расскажешь студентам, потом спрашиваешь их. Я говорю, ну, теперь мне понятно, что я у вас плохой преподаватель. Я же не могу сказать, что вы плохие. Я, видимо, так рассказывал, что какая-то вот ерунда. Моя твоя не понимает. Что какая-то ерунда из меня выходила. Видимо. Ну, судя по тому, что вы мне говорите. То есть понять, значит, выразить в понятиях. То есть надо еще попробовать выразить в понятиях. Вот на заседании Российского комитета рабочих, те, кто там были, все знают, что прежде чем появится постановление, Российского комитета рабочих сидят, товарищи рабочие записывают проект постановления. Это решается прессом две задачи. Одна задача, чтобы не делали длинных постановлений, потому что писать будет невозможно. А нашлепать на ксероксе там, на компьютере, за сколько угодно. Это первая задача. А вторая задача, когда вы слушаете, что я написал, я написал проект, то вы кто? Потребитель знаний. Я производитель знаний. А когда вы пишете, важно, кто написал проект постановления. Когда вы пишете, вы через свою голову пропустаете, и голова дает команду вашей руке это писать. Так ведь? Голова дает. Это вы уже пишете. А потом вы когда пишете, смотрят, ну это что, я такое писать не буду. Я с этим не согласен. Прекрасно. Вот остается еще день, да, и на следующий день можно встать и сказать, нет, ребята. И там получилось не так быстро это решается. И казалось бы, все уже готово, уже некоторые разъезжаются, и главное, начало концерта. Да что это за такое мероприятие, когда не подведены итоги, и когда не приняты соответствующие решения. Но решения кто должен принять? Вот заседание российского комитета рабочего, и рабочие принять решения. А там есть всякие люди, вроде меня, которые советуют. Власть советов в этом смысле уже. В этом смысле. А что советы, советы? Ну совет-то совет, именно вот товарищ Игорь, он должен, сказать, или за, или против проголосоваться. Я думаю, его уже решение. Потому что, а кто будет выполнять эти решения? Ну, рабочие будут выполнять. А мы будем опять помогать. Наша такая функция. Так это же большое же дело. Когда речь вот о понимании, то мы должны твердо сказать понимать, понять, значит выразить в понятиях. Почему? Почему должны такое внимание отмудрить? А иначе, а иначе мы не сможем никакие задачи поставить. Если не сможем задачи поставить, мы не сможем их решить. Правильная постановка вопроса это одно из заслуг ее решения. Например, что такое требование выдвинуть? Так это сформулировать надо. Сформулировали требование. Дайте нам зарплату за декабрь. Да, судились там, конфликт был, забастовка была. Потом пошел март, апрель, мая, цели как выплатили. А март, апрель, а что вы нам не платите? А у вас не было требований. Ну, не было требований. Поэтому можно, значит, заключить коллективный договор, как я с ману, взять и заключать на год. А законодательство даже возможно заключать на три года. А что вы на три года-то не требовали заключить? А потом вы продлили еще на три. И шесть лет вы жили у Христа за пазухой. Нет, на год. А потом мы опять всех сотрясаем, газеты, так сказать, пикеты, митинги. Ну, что вы не на три года-то требуете? То есть, сначала подумайте, что вы будете требовать. А что такое подумать? Это написать развернутый коллективный договор, толстый такой, в котором вся жизнь прописана. И тогда уж действительно за него побастовать. Один раз побастовать, хорошо, а потом угрожать все время за бастовкой, чтобы знали, вы уже видели, как мы бастовываем? Хотите еще? Давайте посмотрим. То есть, сначала надо выразить понятие. Выразить. Вот, и люди, которые умеют составлять коллективные договора, это люди, которые могут работать при социализме в госплане. А как у вас в госплан? Ну, придете вы в госплан, и что? Там буфет есть хороший. И что? Что еще тогда сможет делать человек, рабочий, который придет в госплан? А те чиновники, они, конечно, будут работать под контролем рабочих. Но если вы ничего не понимаете и не можете сформулировать, вы контролировать не можете, а он скажет, все будет хорошо, идите спать, все будет нормально, и ушлет не туда и не то. Мы же думать должны о том, как мы еще представляем. Какой был первый декрет в советской власти? О чем? О чем? Нет. О мире. О мире. Нет. О рабочем контроле. О рабочем контроле. Потому что, если у вас не будет, завтра растащат все. Самые важные звенья из этого. Вот вы же, наверное, знаете, что нужно ответить от этого самого станка и куда выбросить, чтобы он уже не работал долго-долго, да? Прекрасно знаете. То есть, что нужно сделать? Первое, что нужно сделать? Нужно сразу под контроль поставить. Под контроль. Ну, это тоже было. Там это часа. Ну, один из первых, скажем. Я, может быть, тут подчеркнул немножко. Один из первых декретов, правительство уже издало. Декрет сначала были советы, съезда советов, да? Декреты. А потом декреты и стало издавать. Это уже министерство. А сам был декрет о рабочем контроле. И сколько у нас была вот такая экономика, которая была капиталистическая, но капиталисты под контролем были рабочих? Сколько времени? А? Год где-то. Сколько? Год где-то. В 18-м году мы сомнализировали. Это января 18-го года. А, даже еще меньше. Ноябрь, декабрь и часть января. А в январе уже хлоп и национализация. То есть, вы уже стояли рядышком и сказали, не, не, не трогайте их. Вот сейчас уже теперь не ваш станок, теперь наш станок все привет государственный. Вот это как очень важно. То есть, когда люди уже знали, что и знали, могли это выразить. То, что надо, что с этим делать, а куда направлять, а что производить. Это все нужно выражать в понятиях. Поэтому, если мы понятия не делаем предметом свое рассмотрение, у нас мышление не пропадает. Оно просто неочищенное. Ну, как вот бывает, человек, вот физически, все ходят, все бегают, но не спортсмены. Но не спортсмены. Поэтому никаких таких чудес, у тех, которые занимаются дирекцией, нету. Но просто можно или быть спецнотренированным в этом отношении человеком, или нетренированным. Вот и вся разница. Поэтому, о чем мы должны думать, когда мы изучаем науку логики? Мы должны думать о том, как изучать. Можно, значит, например, вычитать у Энгельса, что если вы откроете вот Гегера науку логики, то вы там найдете бесчисленные сокровищи. Читаешь? Или уж это я не понимаю, не понимаю, а вот это понимаю, это сокровище раз. Дальше читаю, читаю, это два. Вот я так и читал, когда закончил математику механизма. Хочу вам посоветовать так делать, потому что так читают словари. Кто там, значит, вот нашли хорошее, это вот хорошая формулировка, допустим, граница, одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Что тут для этого читать? Вот мы предварительно поговорили, все понятно. И то, и другое. И не то, и не то, и то, и то. И все понятно. И грузовой, и легковой. Понятно. Или продавщица. Она и режет, и заворачивает, и тоже контролирует. Вот она и такую работу, и такую выполняет. Куда отнести границы? И так далее. То есть есть такие формировки, которые легко очень запомнить. Они такие яркие. Вот тогда я, значит, ищу изюм, открываю на кулоке, ищу изюм, а бомбу оставляю. Но на самом-то деле, весь смысл диалектики в том, что движение понятий отражает движение живой жизни. То есть во всей природе, и в обществе, и в мышлении. И можно как подойти к диалектике? Значит, вот изучаем общество, и на основе изучения общества выводим какие-то всеобщие законы, и проверяем, в природе они, и в мышлении, если есть, то они всеобщие. Можно изучать природу. Изучаем природу, в ней находим там борьба видов, находим что-то такое, то, что соответствует, то, что кажется нам всеобщим, проверяем, в обществе есть, в мышлении есть, значит, это всеобщее. А можно сделать по-другому. В мышлении уже, в соотношении понятий, в движении понятий уже картина мира есть. Вот мы пришли в этот мир, в котором понятия уже были. Вот мы с вами в возрасте уже, но за время нашего пребывания на этой земле не так много понятий изменилось. Ну, всякого мусора появилось много там, в виде этих девелоперов, там, недопереведенных слов с иностранного языка на русский, иностранный. Каждый день. Каждый день. А сказать, что вот понятия, что это? Почему? Потому что понятия, они закрепляют спокойное в явлении. А спокойное в явлении, знаете, что такое за категория? Спокойное в явлении. Знаете? Закон. Закон. И так и определяется, что это спокойное в явлении. Явление колышек, все время эти волны, все это меняется. А есть что-то неизменное в этой смене. Вот неизменное в этой смене это закон явления. Сущность его. Закон. Закономерное. Так вот, слова по смыслу. Вы одно сказали, я другое сказал, он третье, четвертое, пятое, шестое. Мы поспорили. Мы ушли. А эти понятия-то остались. И они закрепляют не какие-то нюансы там и в оттенке наших дискуссий, наших позиций, взглядов и так далее. Они закрепляют фундаментальное, то, что навсегда. Например, что такое стул? Вот вы сейчас на стуле сидите. А стул, это стул совсем другой. Может быть, мягкий стул, может быть, высокий стул, может, низкий стул, может, в Америке стул, может, в Иринландии, в Финляндии. Все стулья во все времена, во все времена, у всех народов, во всех комнатах все подпадают под одно понятие – стул. То есть какое это бесконечное сокращение, какая-то абстракция страшная. Или дерево. Дерево, значит, береза подходит, дух подходит, липа подходит, липа особенно подходит. И поехали дальше. Граг подходит, ну любое дерево, карельская береза маленькая такая, подходит под дерево. Грецкий орех подходит, Любое дерево подходит. Так что же это за колоссальная абстракция? То есть мы, оказывается, с такими абстрактными понятиями имеем дело. Да все понятия абстрактные. Что такое человек? Разные же все люди сидят. Разные, но все люди. И мы равны. Потому что разные могут быть равны. Как люди. Как люди. Или коммунисты. В чем смысл требования равенства коммунистического? В том, чтобы уничтожить классовое деление. По делению, по положению в производстве. Вот в чем смысл. То есть добиться социального равенства. В смысле уничтожения классов. А то, что люди будут разные, как дураки какие-то думают, что при коммунизме все будут одинаково в кепках, а женщины все будут или в горошек, или в полосочку в кофточке носить. Так, ну что же это коммунизм? Нет? То есть коммунизм предполагает равенство в смысле уничтожения классов. Не будет, в зависимости от положения в производстве, различен от тех, кто только материальные блага производят, а другой только духовные. Вот вы думали на тему о том, куда вас самого отнести? Вас надо отнести к человеку будущего коммунистического завтра. Потому что что будет при коммунизме? Человек 4 часа работает. Вот вы сейчас работаете 8 часов, если сверхурочно не работаете. Так? А если сверхурочно, то и... И вот кто вы определяется тем, что вот вы стоите 15 лет у своего станка, и вот вы токарь, токарь, и это им все сказано. Правильно? А если вы хотите, там, скажем, на скрипке играть, ну вы понимаете, что на скрипке, если вы будете по полчаса играть на скрипке, по чаю из вас, у вас нет, меня ни из кого не получится. Это большой тот же труд, и надо заниматься, заниматься. Одного спрашивают, а вы, говорит, на скрипке умеете играть? Он говорит, не знаю, не пробовал. Но со скрипкой так не получится. На дудочке получится, а на ИТО, наверное, вот на всеми инструментами, которые в симфоническом аркесте, они же по 4 часа в день занимаются. Так вот, вы, допустим, будете работать 3 часа, доводя силовые машины. А потом 5 часов будете на скрипке играть. Кто вы будете? Вот вопрос тот же самый. Кто будет? Скрипач вы будете. Скрипач вы будете, как человек, скрипач, а ваши профессиональные какие обязанности? Профессиональные, у меня токарь. Так? Так. Что мы имеем в виду? Что мы хотим получить, вот этот коммунизм? Кто-то возмущает в прошлом. Кто-то вы меня вычислили, это вычистили из предварительных работников, зачислили в непредварительных работников. Мы никуда никого не чищаем. Мы просто хотим увидеть, вот как этот процесс идет, и хотим получить вот таких работников, в конечном итоге, которые являются работниками коммунистического общества. Они физический труд выполняют, то есть они ни на кого не перекладывают. Как Белов говорит, что пока, говорит, из писсуаров приходится доставать окурки, вот женщине, которая уборщице, никакого общества справедливого не будет. Что вдруг она, она, сказать, она-то что достает? Ну вы поедете, ну а почему тут должна быть посуду? Или у вас грязная, так почему кто-то должен стирать? Почему это? То есть это же лежит в начале, вот это разделение труда лежит в основе деления на классы. Оно же с этого и пошло. Одни жрецы, ну или как сейчас, это сейчас можно сказать, одни профессора, другие рабочие. Одни жрецы, они ля-ля-ля-ля, вот сегодня на дни петербургской философии. Сегодня день, всемирный день философии были. Тут у нас из ЮНЕСКО были, сегодня в зале, в мраморном зале, в музее этнографии. Вот я там провчал много часов вечером, в 19 часов правительство Санкт-Петербурга дает. Там на приеме не выступают, а кушают. Потому что там, потому что я должен читать сегодня в лекцию, в билет и закусить. И так далее. То есть вот мы должны думать, как нам этим понять. Для этого надо этим просто специально заниматься. Один будет заниматься больше, другой будет заниматься меньше. У одного это пойдет быстрее, у другого и пойдет медленнее. Всякий, кто будет этим заниматься, всякий какое-то подвижение обязательно получит. У меня осталось пять минут, я хочу... Севастник советский. День операции Урана. День операции Урана. Так, пожалуйста, вопросы. Переходим к вопросам. Какой правильный? Я хотел бы разобраться. Я хочу сказать, что вот... Я хочу сказать, что вот если применять диалектику к развитию царализма, к переходному периоду, там как бы вот это становление, которое мы... Вот чем это тут видно? Здесь вот на стороне капиталисты. Здесь красные, здесь белые. Здесь капиталисты, здесь рабочие. А вот когда у вас все работники, все социалистические, ну все социалистические, а строго говоря, все коммунистические. И труд у всех коммунистический. Но он какой коммунистический? С пятком капитализма. Коммунизм, который выходит из капитализма, во всех отношениях, писал Маркс, и в экономическом, и в нравственном, и в умственном несется отпечаток старого строя. Но если он только бы в экономическом нес, это достаточно, потому что на этой экономической основе воспроизводятся все прежние гадости в той или иной мере. Поэтому при социализме, пока он еще социализм, то есть низшая фаза коммунизма, продолжается классовая борьба с мелкобружательностью до полного уничтожения классов. Рабочий класс, имеющий свою диктатуру, помощью своих союзников, а все у него союзники, интеллигенции у него союзники, крестьянцы у союзники, ведет классовую борьбу с мелкобружательными выступлениями со стороны кого? А со стороны кого угодно. И со стороны рабочих, которые хотят, как говорил Ленин, дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше. И со стороны управленцев, которые от его имени руководят государством, в том числе партийных бонз, которые тоже самое, и профсоюзных бонз, которые сидят, сели уже, денежки получают, и не хотят со своим креслом расстаться и так далее. И со стороны интеллигенции, которая доказывает, что она самая светлая, самая передовая, а уже не рабочая. Как это рабочие мной управляют? Они же меньше знают, это точно они меньше знают. Хотя еще Плеханов говорил, что мы говорим не о знании, а о сознании. Любой интеллигент, говорил Плеханов, знает, конечно, средний интеллигент. Больше, чем средний рабочий. Но это все равно, что я вот сейчас пойду к вам за остановку и буду вам показывать, как работать. Это будет смешно. Ну просто смешно. Точно так же. Понятное дело. Но речь вот о сознании. Так вот, положение рабочего, говорил Плеханов, в памяти Чернышевского у него есть работа, положение рабочего, гораздо большей определенностью предуказывает ему его действие, чем положение интеллигента. На чьей стороне будет интеллигент? А в каждой партии есть интеллигент. В каждой. В каждой. Хоть плохо, но есть. Где? Где нет-то? В ЛДПР есть. Интеллигенты там пишут программы, выступают с речами. В Коммунистической партии есть и есть в любой. Правильно? В Уржуазной. В Единой России, что нет интеллигентов, и там есть. А мы тут многое группируемся, там платят хорошо. И так далее. То есть в этом смысле разницы нет. То есть интеллигенты тоже носители знания. Что вам что узнать? Это будем. Давайте деньги, будем вам это делать. То есть интеллигенты продают, к сожалению, очень многие, большинство. Большинство буржуазной, можете, продает свои знания, которые, между прочим, в иррациональном смысле только товар. Потому что когда я вам что-нибудь передаю, вот если бы я вам часы отдал, как Путин тут, от него рабочие выпросили, предложим его отдать. Он теперь все время вспоминает и грустит. Говорит, хорошо, что у меня сейчас никто. Если я вам часы отдал, то у меня их уже нет. Если я вам знания отдал, то что они у меня улетучились из головы? Они не улетучились. Для каких претензий я могу к вам предъявить, что вы теперь пользуетесь этими знаниями? Да никаких. Поэтому само положение интеллигенты носителей вообще всеобщего знания. И поэтому он от этого ущерба никакого не имеет. Наоборот, Сессирон говорит. Только достопочтенных умов сидит, а один молчит. А один говорит. И он еще требует каких-то денег за свою речь. Ну, поэтому, скажем, у Ленин, если вы возьмете государство революции, говорится, что чиновникам должны платить жалования. А что такое жалование? Вот есть вот товарищ рабочий. Вот сколько он мне пожалует за мою лекцию, столько и хорошо. Скажет, надо, чтобы такие люди были, чтобы они говорили. Ну, мы что-то там соберемся и выделим, чтобы они не умерли. А требовать, скажем, что дайте нам вот столько. Вот другая категория. Вот это некоторые сражения. Мы снова к этой проблеме вернемся. Значит, я только чисто методически скажу, что есть. Такой принцип, что нужно брать максимально подробное изложение. Это и так трудно изучать. Надо взять большую логику. Науку логику в трех томах. Вчение обытия, учение о сущности, учение по понятию. Вы можете взять малую логику, так называемую. Это будет такая книжечка всего. Естественно, там труднее. Почему? Потому что переходы некоторые намечены, они развернуты. А можете взять философскую пропедевтику для детей. Вот такая. В работах разных лет двухтомники. Там все правильно. Вся цепочка категорий, вся изложена. Можно, так сказать, запомнить, как они, что, зачем идет. Но вывода там, выведения этих категорий, там нет. И это вот тяжело. А самое главное, не в названии категории, не в порядке исследования, а в выведении. Надо научиться понимать, как из одной категории утекает другая. Это самое сложное. Здесь мы готовы вам помогать, товарищи, которые, так сказать, в той или иной мере изучили. Мы готовы помогать. Но помогать можно тем, кто сам читает и изучает. Дело, так сказать, образования, это дело прежде всего человека, самого. Потому что, скажем, вот потребовать, чтобы изучали диалектику, ну, я думаю, я бы прям не потребовал. Потому что это, ну, вот как-то все равно, чтобы полюбить, кому-то потребовать. Помочь можно человеку, а потребовать нельзя. То есть это, ну, наш, я считаю, тоской долг. В том числе и патриотический долг, и партийный долг. И этот долг еще и исторический. Потому что товарищи прежние поколения, которым приезжал Маякровский, сказал, мы диалектику учили не по Гегелю. Почему? Потому что у нас там гражданская война, битвы, классы. И потом люди войну, они тоже учили не по Гегелю. Они прямо в танках ехали, гибли, умирали. Вот она была борьба. Они изучали эту борьбу. Потом выставили народное хозяйство, пришло наше поколение. Вы какого года? Сейчас 45-го. А мы что с вами скажем? Пять не по Гегелю. Ну, сколько можно не по Гегелю учить? Ребята, наступил момент, когда уже мы приехали. У нас уже отобрали власть, потому что мы все не по Гегелю уже стали учить. Но когда-то надо по Гегелю, это все равно, что давайте геометрию не по Евклииду, физику не по Гетону будем изучать. Вот, химию не по Менделееву. И давайте диалектику не по Гегелю. А Маркса будем изучать? Там есть всякие книги, там руководство. Как я уже забыл, как этот зол, Трекомник тоже дописал. Розенберг. О, Розенберг. Розенберг. Розенберг, Капиталы. Да, так, здорово там написано, что вы, прежде чем читать Капитал, прочитайте, пожалуйста, вот это вот, то, что я написал. Человек прочитает эти три тома, там всякая галиматья, и уж точно Капитал читать не будет. Все, конец. То есть я вот, когда это прочитал и увидел, я думал, сейчас был пистолет, застрелил бы его, этого Розенберга. Но пистолета нам не выдают. И Розенберга не было под рукой. Поэтому, поэтому, здесь единственный компендию биологической наук и логики, единственный. Книг на эту тему хороших больше нет. По Маршу Энгельсу можно, знаете, как хочется побеседовать с кем-нибудь по поводу прочитанного. Этого существует в философской тетради, или читайте, и вам будет интересно. Или посмотреть, как это Марс применял в Капитале. Но, по результату изучать технологию невозможно. Вот шарик-подшипник, вы можете по нему определить технологию изготовления этого шарика? Невозможно. Практически. Поэтому изучать по приложениям нельзя. Изучать надо непосредственно по руководству. Есть единственный компендиюм. Единственный. Вообще систематических работ, ну, это, собственно, некое собрание. Система. Вот там же все есть в системе. Не так, что это у вас отдельные куски, там, вы, об этом, о диалекции, о диалекции, о диалекции, о диалекции, о диалекции, о диаметре, о ее применении. Единственная, вот, систематическая работа, где диалекция сложена как диалектика. Гегерская диалектика, говорил Маркс, является основной формой всякой диалекции. Поэтому не надо никуда. Диалектическая логика есть еще. Это тоже самое. Советский учебник, по-моему, автор есть. О, их много с таким названием. Таких книжек много. Я хочу вам сразу сказать, ни одну из этих книжек нельзя брать для изучения диалекции. Ни одну. И были восьмидомники, материалистические диалектики, про них писали рецензии положительные, хвалебные. Обычно они писались так. И это-то здорово, и это здорово, и это здорово. Единственное, плохо, там нет диалектики. А так все хорошо. Поэтому не надо никуда метаться. Не надо никуда метаться. Обобщающая работа в области экономики одна, капитал Маркса. Нет никаких больше работ, работ экономических, много. Вот под эту категорию книга «Ленин и империализм как высшая стадия» не подходит. Потому что это показывает, когда капитализм развивался. А капитализм, его внутренние пружины, и вся эта система капиталистической формации, это написано у Марка. И все. Поэтому это последняя, самая современная систематическая работа, систематизирующая работа по экономике. Больше их нет. И не будет. Потому что... Он не успел бы полностью создать. Он не успел бы полностью создать. Конечно. Нет, ну там Энгельс там обрабатывал два тома, второй и третий. Но это редакционная работа. Михаил Сергеевич, к вопросам уже переходим. Пожалуйста, вопросы. Вопрос. Вы говорите про Госплан. Я с детства, Евгений Копай, что же у нас в советской системе, в советской системе. Вот в Сталинске, в 5-м году, в школу я пошел, в 8-м, в когда была система, был съезд президентного госплана и разработали такую систему, что будут долгосрочные планы на 10-15 лет. Тогда, чтобы к концу 5 лет у вас перспектива была бы сколько? 10 лет. Если на 15 лет план, вот у вас 5-летний план сейчас есть, он кончается, остается 10 лет. А что было, когда нет этой перспективы, когда долгосрочного плана, как Гонорова, у нас не было. Кроме плана Гонорова, больше не было долгосрочных планов. Не было. Никогда. Ко. Так. Ко. Так. Долгосрочных не было? Да. Да, милый мой, вы что, сейчас полите, что ли? Я вам хочу в оправдание сказать. Сейчас вопрос. Вы можете потом сказать, что я не прав. Так вот, значит, по этому. Вы чего сломались эти системы? Ничего. Жадите, есть вопросы. Скажи, еще не построили ее, нечего ломать еще. Не построили. Потому что план Гонорова был разовый, он не был рассчитан на то, что каждую пятилетку, вот вы кончаете пятилетку, а у вас продлевается горизонт еще на 5 лет, допустим, у вас построен был 15-летний план, вы закончили пятилетку, у вас нарастили еще там на 5 лет, конец. Еще закончили пятилетку, еще нарастили. Программы научно-технического прогресса и их социально-экономических последствий. Они сделаны были по отдельным отраслям, утверждены госстроем и госпланом. Но, предварительно, ни ЦК КПСС, который мог бы это сделать, по крайней мере, делом партии, ни Совет Министров, ни Верховный Совет их не утверждали. Поэтому они планами, а план это не просто написать что-нибудь, это система заданий участников производства, взаимосвязь которых соответствует взаимосвязи производственных процессов, которая направляет эти процессы в общественных интересах. Общественные интересы, интересы рабочего класса. Вот это план. А иначе это... Мало того, их засунули в спецхран, я туда ходил, не так трудно туда было попасть, бумажку надо было оформлять. А зачем спецхрана? А чтобы никто не узнал, чего там такое напланировали. Вот это что такое? Это уже прямая противность. И, наконец, вы говорите о советском времени. О советском времени, послевоенной, можно сказать следующее. Госплан, после того, как оттуда ушел Вознесенский, который учитал в Госплан, и правильно сделали. Я когда узнал, когда я почитал Вознесенского, вот он так хорошо писал, что вот закон стоимости, это закон товарно-капиталистического хозяйства. Вот есть книжка его, Вознесенского, возьмите, оно и в ней говорится, что закон, это основной закон капитализма, стихийного. После войны, после работы Сталина, он стал писать наоборот. Ну, раз человек пишет наоборот, мне, например, его не жалко. Если ученый, член политбюро начинает писать наоборот, просто как начальник высказал. То есть начальнику надо было с ним поспорить или там так. Ну, ты ученый, как ты взял и перевернулся? Ну, что это за дело? Так вот, что прекратилось во что Госплан? Там уже ученых не было. Они никуда не продвигались после войны. Ничего в Госплане нового не было. Это было кладбище партийных кадров. Когда людей снимали, было два кладбища из партийного аппарата. Куда? В профсоюзы и в Госплан. Вот на эти два кладбища их отправляли. Поэтому, что вы говорите? Не было? Ну, вот сейчас вопрос. Хочу заполнить, пожалуйста, на вопрос. Ну, скажите, пожалуйста, почему вот сломали, как говорили, туда систему? Не сломали. Не сломали, не было ли. Не построено. Не стали дать и застраивать. Почему? Могу объяснить эту систему? Нормально. Могу. Могу. Потому что без диалектики невозможно. Ну, что там кадров не хватало? Не хватало. А у вас есть, которые понимают? Вы знаете диалекцию? Нет, конечно, сейчас заявку не пришел. Ну, вот если вы, наоборот, если вы хотите, хоть вы пришли. А у нас люди вот считали, что они такие умные. У нас есть были освобожденные партийные работники, у нас были вожди. А вспомните, как Ленин писал в своем последнем письме, что вот он перебирал тех людей и вот про Бухарина писал. Вот Бухарин. Я не за 9. Ну, послушаем. Один из самых молодых кадров. Один из самых способных. Законно считается любимцем партии. Но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением. Могут быть, одессе, на Бухарине марксисты. Следовательно, так это не о Бухарине речь. О чем речь? О чём речь? О партии. О партии. О партии. Партия была в таком приленении в состоянии, что у него в теоретиках ходил человек, который никогда не учился, никогда не понимал диалектики. И его теоретические воззрения с очень большим сомнением Бухарина имел. Я ещё раз говорю, партию имел в виду Ленин. Партию. Это называется рефлексия на диалектическом языке. Говорит про Бухарина, а имел в виду партию. Что у него в теоретиках... Вот у нас Хрущёв ходил в теоретиках. Потом Брежнев в писателях ходил. Который получал премии писательские. Это что, это показатель того, кто такой Брежнев, или какая партия была? Какая партия была. Ну, вы хотите, какая партия может делать Госплан? Всё понятно. Всё понятно. Кадров не было. Кадры были. Кадры были. Кадры были. Кадры были. Мало. Вот социального равенства коммунисты. Помнит народный контроль. Кадры был. У тех, кто нарушал, и мне приходилось в организм. Там, если люди из цеха тебя только пригласят, что-то там в буфете не так, уже плачет сама вот эта продавец. Она вот это плачет, что придут. Я ещё даже не успела разобраться, что будет. Она уже... Я так и ушла. Я так... Кадры был. Там всё разобрались. То есть, вот это... Если нет уважения к человеку труда, если нет к человеку... Никакие деньги не заменят никакое благо. Да все разбегутся в Америку, где там эти деньги. Сейчас всех собрали. А вопрос какой у вас? Поэтому вот у меня такой вопрос, что как вот вы говорите, что, дескать, вот надо зарплаты, там про зарплаты. Да минимум нужен этот зарплат. Для общественной фонды потребления. Я считаю, общественной фонды потребления, где мы можем бесплатно учиться, лечиться и не будут наживаться на лекарствах и на ценах. Иначе никакими способами не должны быть. А у меня выступление не моё. А просто вот общественные фонды потребления. В это нужно русло. Как вы считаете? Или это пустой звук? Вот у меня такой вопрос. Я думаю, что нам сначала нужно сделать революцию, потому что без революции никаких общественных фондов потребления не будет. Будут разворовывать. Чуть было вот полтора миллиарда не укатили из-за пенсионного фонда. Какие могут быть общественные фонды в государстве? Что такое государство сейчас? Государство – это машина насилия в интересах господствующего класса. Понятие государства. Какой сейчас класс при власти? Буржуазия. Значит, это машина насилия в интересах буржуазии. Соберите, если государственные фонды – это деньги, которые она использует для обогащения буржуазии, прежде всего. Пенсионеры – это прилагательные к пенсионному фонду. Не для пенсионеров создаются пенсионные фонды. Они как бы нужны, чтобы вот эти денежки там окучивать и использовать. Например, сколько у нас средний возраст мужчин? 50 лет. Нет, обратите, 57 лет. Нет, 59. 59. По разным оценкам. Вы какие оценки берете? Оптимистические. Оптимистические, да? Ну вот 58-59. Путь будет 59. А пенсия скольки у мужчин? 60. Значит, весь почти, кроме тех, которые вот как я и там, вы залетели за 60 случайно. Так все денежки мужского, мужской части населения с пенсионного фонда можно взять и выплатить женщинам. Нет денег, нет денег, женщинам не можем поднять. Вот вам на 100 рублей, вот вам будет индексация. Себе они зарплату в банке сделали, Сбербанке, зарплату и бонусы в 2007 году в месяц 3 миллиона 700 тысяч рублей. А в 2008 году из-за кризиса всего лишь 3 миллиона 400 тысяч рублей. Плохие стали дела. А тут они говорят, вам на 300 рублей будет больше. Дважды повысим и еще потом на 200. Вот весом. Поэтому какие тут могут быть общественные? И фондов, когда ими командует, этими фондами, сексуальный совокупный капитализм, то есть государство, комитет по управлению делами буржуазии. Об этом не надо забывать. Ветераны говорят, как это, я столько работал, так раз вы много работали, вы же враги современного государства. Вы много работали? Много, да? Значит, вас надо с точки зрения государства душить в первую очередь. Почему вас не душат? По одной простой причине. Единственное, кто ходит на выборы, это люди. Вот как раз в возрасте электорат. Это кто такие? Это люди, которые в советское время жили, ветераны. Поэтому сейчас озаботилась нынешняя, очень мудрая с точки зрения проведения избирательной тактики у нас руководства, очень мудрая. Сейчас надо сделать валоризацию. Слушайте слово. Я сначала тоже, честное слово, первое время я думал, нет, а слово value, стоимость, стоимость, это что-то стоит. А что стоит? Ну вот, сейчас, сейчас начать уже потихонечку подкидывать тем, кто в советское время, за советский стаж, только за советский, если вы в советское время, вам не будет советским, 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 чтобы советские потом пришли, потому что не советские вообще не придут на выборы. Никто. Ну, мудрые руководства у нас, ну, просто молодцы. Так еще вопрос, пожалуйста, или достаточно уже в Питаке? Вопрос, последний вопрос. Пенсионный фонд, когда обладали, чья затея, когда обладали? Был у нас в свое время внебюджетный фонд пенсионный, небюджетный. Нельзя было оттуда ничего перекачать в бюджет, а из бюджета уже знаете, как выкачивать. Ну вот, это было, вот все это в 90-е годы было сделано. То есть это все зрение одной и той же цепи. После развала Союза, это как же до развала Союза? Кто сказал до развала Союза? Да нет, я сказал. Ну, до развала Союза, я думал, что со мной скорость. Так, доставство. Как же до развала, когда после? Доставство до после. Ну, как же до развала? 90-е годы до развала, по-вашему? Так, кто желает выступить? По теме занятий, кто желает выступить? Как изучать науку и логику? Нет желающих заключить на самом деле. Да, значит, я хочу сказать, что, конечно, нам надо нацелить свою мысль не на конкретные, а сейчас вещи. Мы время от времени будем к этой теме возвращаться. И кроме всяких конкретных вещей, в том числе и про планирование, и про профсоюзы, и про что угодно, и про экономику, и про труд, мы должны и про мысль. Заниматься надо своей мыслью тоже. Поэтому я думаю, что, я чувствую, что товарищи сегодня с большим вниманием их все это прослушали, и с вниманием этого делали. Это очень хорошо. И я хочу выразить надежду от руководства университета в продвижении будет, что люди будут читать. Но, как говорил Ленин, мы хотим, чтобы нас меньше почитали, а побольше читали. А что касается вашего возражения, я хочу сказать, что вы не обратили внимания, я ведь я не акцентировал, и вам, может, наверное, в этом я виноват, что есть определение плана. План – это не что-то, вот, как по какому-то, в какой-то отрасли что-то сделать. У нас планы сейчас есть тоже. У нас и сейчас есть планы. – Госплан. – И Госплан. И я не про Госплан, а про план. Что там, Гос или Гос, это десятое дело. Что такое план? Вот если у вас, у нас есть планы приватизации, есть. Больше никаких нет, а планы приватизации есть. Они никуда не делись. Все перевернуто, наоборот, вывернуто. А выворачиваться начиналось давно очень. И начинала она выворачиваться с того, что просто не делали. У нас были пятилетки, а потом четырехлетки. Вы помните, наверное? – Семилетка была. – Семилетка была. – Семилетка была. – Выкидыш. – Выкидыш. – Которая недоделанная была пятилетка, переделанная. Поэтому считать ее каким-то достижением и продвижением никто не может и никто не считает из экономистов. А вот четырехлетка у нас превратилась вместо пятилетки. Потому что составляли уже в наглую Таллина план первого года пятилетки. Уносили в ЦК КПСС, в сайт министров. И приносили на сессию в ноябре первого года пятилетки. Следовательно, уже тот верстали годовой план на основании итогов просто такие получились. Помимо этой пятилетки. Потому что пятилетку пока потом разверстаешь снова, уже уйдут годы. Поэтому это уже был общий сверху каркас, покрытие. На самом деле стихия стала происходить. Или даже вот наши противники писали, план административной стихии. Они в целом-то не правы, но в этом есть известный момент. – И штурмовщина. – А дальше не надо сюда прибавлять штурмовщину на работе. Это другой вопрос. Не надо, все вопросы сразу не решишь. Вот есть одна голова и одна мысль. Вторая мысль, что введена была Бунич такой, если он корреспондент, который, когда начали платить, при неуполнении плана можно 10% не выполнить и все премии получить. Это называлось так – допустимое неуполнение плана. Это вообще ну просто марат по отношению к планированию. То есть уже развал был в плановой системе, в плановой, в плановой системе, в плановой системе. Так вот планом называется не просто в какой-то отрасли что-то запланировать хоть на 100 лет. Потому что в некоторых отраслях приходят, там геологи, разведки, когда… – Я говорю не о госплане, а о плане. Так вот планом называется система заданий, заданий. Не некоторых заданий, а система заданий участников производства, всего народного хозяйства, которая обеспечивает согласованное взаимодействие и движение всего этого народно-хозяйственного организма в общественных интересах, интересах рабочего класса. Такого плана у нас более чем на 5 лет не было. А абстрактный такой план, разовый был план Голл-Рофф, который был в 20-м году со старым. К сожалению, хотя всем было расписано, что у нас будет-будет-будет-будет-будет долгосрочный, и на его основе будут 5-летние, и тогда вот не будет этого заезжания и 4-х леток, так и не реализовалось. Потому что начали выбрасывать это самое планирование, и то есть его, оно уже вызвало отвращение, оно связывало уже в людях. Вот как сейчас вот концепцию приняли, немножко она повисела, концепция социально-экономического развития, даже вот некоторые возмущались, зачем это мы тут хвалим концепцию. 20-20? Тут же уже забрали ее, уже теперь прогнозик такой, что по концепции на 30 процентов рост производительности труда должен был к 12-му году, а сейчас вот Министерство экономического развития сообщило, на 3 процентика будет. Сейчас-то, все, все, сворайся, сливай воду. То есть, почему? Потому что это концепция, это как хомут, надо впрягаться и тащить. А зачем тащить, когда можно пойти и получать деньги? Все, спасибо, Михаил Васильевич. Значит, следующий занятий у нас ЧПО по плану, выступает Эдотов. Тем, после, на коллективном... Вот он самый лучший в России специалист по коллективным договорам. Лучший? Нет. Ну, спасибо.